В прошлом году на территории Подмосковья был запущен уникальный пилотный проект по вовлечению в налогооборот неоформленных объектов недвижимости. Самостроение, имеющее никакого юридического статуса, до сих пор можно найти практически в любом садовом товариществе. Для их владельцев это значит, что продать или, например, передать по наследству свое недвижимое имущество они не смогут, а для государства недополученные в бюджет деньги. Первые результаты работы этого пилотного проекта уже есть. 500 тысяч объектов капитального строительства в основном сосредоточены были на индивидуальных жилых домах, садоводских, товарских, дачных, кооперативах. Вот такое количество объектов мы выявили. Причем на кадастовый учет поставили порядка 270 тысяч и с ростом уже ожидаем расчетом нового дохода порядка 800 миллионов. Всего же в бюджет по расчетам авторов проекта должны поступить около 2 миллиардов рублей. С 1 января этого года процедура регистрации прав собственности усложнилась. Раньше собственникам нежилых помещений было достаточно подать декларацию в Росреестр. Сейчас правила одинаковы и для владельцев хозпостроек, и для обладателей жилых домов. Постановка на кадастровый учет и регистрация права происходит единовременно. У всех на руках должен быть технический план. Составить его может кадастровый инженер из БТИ. Эта услуга платная, но необходимая. Замминистр имущественных отношений Подмосковья призвал всех не тянуть с регистрации имеющейся недвижимости, потому что со следующего года процедура станет еще сложней. Садовые дома СНТ не только в налоговом режиме, а приравняли и в правовом режиме приравняли к индивидуальным жилым домам. Такой проект уже существует. Это значит, что если он ведется, этот закон действия в этом году, то со следующего года вы садоводы будете получать согласие в виде уведомления в администрации как на строительство, так и на водоэксплуатацию. Понимаете, что это такое? Значит, должна быть и строительная документация, проект, ну и со всеми вытекающими последствиями, помимо постановки на кадастровый учет. Кроме того, уже практически одобрен законопроект, который, по мнению его авторов, будет стимулировать собственников регистрировать свое имущество. Имущество закона инициативой Минфин России, наша Московская областная дума поддержала. Мы доработали законопроект, и на сегодняшний день во второе чтение законопроекта уже вносится. Первый чтение он прошел. Это увеличение ставки земельного налога на земли СНТ, ДНТ, двукратное увеличение земельного налога, там, где будут выявлены объекты капитального строительства, с незарегистрированными правами. Правда, мы не добились того, что это все-таки строение жилого назначения площадью больше 50 квадратных метров. То есть этот законопроект уже практически одобрен, мы надеемся, что все-таки будет принят. Также будет внесена дополнительная норма в Гражданский и градостроительный кодексы, согласно которой процедура признания объекта капитального строительства самовольной постройкой четко регламентируется и упрощается. При этом последняя в рамках законодательства может быть снесена. Евгения Августина, Евгений Муравлев, телекомпания Одинцова.